Приветствую всех любителей игры Сидмерс Цивилизейшн 6. Вы слышите Лёшу Халецкого и это начало моего очередного ФФА сериала. Опять аж 10 человек играет в этой партии на карте Пангея. Кто же победит? Я, играющий за Грецию Перикла, Сандро, играющий за Россию, Пиля, играющий за Польшу, Арчи, играющий за Арабов, Быков, играющий за Персию, Джек, играющий за Грецию Горго, Дим Кабао, играющий за Ацтеков, Грей, играющий за Австралию, Лев Николаевич Толстой, играющий за Англию или Кристал Блатт за Конго. В любом случае, напоминаю, что бессодержательные комментарии в виде спойлеров категорически не приветствуются, а также не рекомендуется оскорблять участников. Да, собственно, и вообще никого у меня в комментариях. На этом вступительное слово закончено. Приятного вам просмотра. О, почему-то я на море. Внезапно. Странный старт. Ну вообще... Да, что-то ресурсов-то и нет вообще. Место хорошее какое-то. А что вы ожидали? Те, кто заходил... Нормально все. И вы знаете, не пойду я не пойду. Ну не знаю, у меня ровно один редкий ноль люксов. Да, и ребята, у нас таймер 3 минуты стоит, но на начальных ходах, пожалуйста, даже до половины не доводите. Ребята, я в игре просто ничего не вижу. Так, мариху... Ребят... Что? Вы в игре? Да. А у меня... А ты? Пожалуйста, подождите, я посмотрю на мужика. Ну, значит, подожди. Ну, раз или что? Ты вообще... Ты как, частенько играешь? Или нет? Ну я частенько только не чувствую. А? Ну, раз пожалуйста, подойдите. Ага. А ты в сетевую партию вообще играл, в шестую? Да. Так. Сот законов, горное дело. Особенно вот этому парню, который говорит, никому не верь. Я подожден тем. Идут обратно. А мир-то у нас новый, да? Да. А? Ну, уже континент найден. Кто не ходил? Сразу поставить. Я смотрелся. Как игрушка или... Половили, что это граница. Как кнопка ДЛ, по-моему, да? Если это чуть-чуть, это уже за городом, что я начинал. У меня один камень. Один. 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 Ни лошадей, ни скота, вообще ничего. А у тебя камень, еще скажи, не на холме. Не, он на холме хотя бы. Ребят, давайте быстрее ходим. Первые ходы, я не знаю, что вы там делаете. Все клетки. 2-1, который при том 2, это... Ту пенсиону возьму. Так и говори, 1-2. Создать случника, задание. Что первым говорится, пищей или хромко? Ну, как расположено. Ну, как расположено. Золото, в первую очередь. Нет, что первым говорится. Вот, ты говорите, 1-2-2-1. На карте, как расположено, слева направо. О, они просто какие-то цифры называют, им голоса говорят, скажи цифру. 6-й километр, пожалуйста. Просто город растет 7 ходов. Ну, вот, раздай. Ну, так он ставил тогда. Зачем ты его ставил? Можно же походить было, прикинь. Это сумасшествие, конечно. Это безнадёга такая. Ты на острове из шести клеток? Тогда, да, печально. Выхода нет. Ну, мне в этот раз, конечно, с местом свезло. Я, какие-то, захожу в город, нажимаю в павлении гражданами. И этот, ну, короче, только в 3-го раза она сработала. Какая интересная история. Что ты ещё делаешь? Не, ну, я, короче, знаешь, ты чё, в павлении гражданами, у меня нет хари. Я хочу харю поставить. Ты хочешь тыкать в хари? Да. Где, где, думаю, где пища? Пищу надо, там же производство будет. Это как ты, когда закончил ход, вот такое происходит. Я в форме. Типа нельзя отменить. Нет, ты можешь отменить конец хода и... Потыкать в хари. Да, звучит, конечно, эта фраза очень весело. Только парень. Честно говоря, слипся, по-моему, поменьше. Как я люблю этот баг. Нашёл ГГшку, а она никакие бонусы не даёт. Почему? Потому что я нашёл и до того, как поставил город. Так это не баг. Надо смотреть линзу, куда бежишь, пока город не поставил. Да, мне там один посола, бонусов нету. Надо её сносить. А что можно полторы минуты с одним юнитом делать? Ну, с двумя, хорошо. Четыре юнита? Ну, не знаю, откуда четыре, у меня три. Блин, опять в плантации бежать, ё-ба-я. Плантации, это самое тракетное помнение. Хорошо, когда нет вообще люксов. Никуда не надо идти. Да, вот ты вот почему. По-моему, с редкой бы это перемудрили. Вот тупо, что они не могут подойти к этому люксу и собирать его. Обязательно надо поток ставить, плантации, да? Нет, просто сейчас развитие будет медленнее. Реально, ну, неудачи. Если в третьем радиусе нету люксов вообще. Это у кого как. Люксы редкие ресурсы не влияют на люксы. Только что ты говоришь. Послушай, я могу сейчас скрин показать, у меня нету в третьем радиусе люксов. А в первом и втором? Соответственно. Я вот только в третьем хлопок. И вообще везде один хлопок. Шахлопка. Я буду карта убрала. Так, а мы свармали без, я и забыл. Без без. Без без. А, ну, потом уже спокойно открыли. Клубковый король. Ну, как, покупку рабочих практикуете? А, ну, если золота много, то да, почему нет? Нет. Зачем золото трат? Действительно. Деньги должны переносить деньги. А у тебя не проносят рабочих. А рабочие, соответственно, промоку-промка деньги. Ну, не экономики. Типа, поможем. А здесь, конечно. А это? Прошел, шел в скалы, пришел, пошел обратно. Зачем ты в скалы? У нас просто без воров, мы играем, поэтому не то. Смыслов для брать плюс 5. Ну, ка-ка, скаутом. Если их нету. Тут есть другие варвары. А они все действуют на других варварах. Другой вопрос. Ну, я не вопрос задам, а ты здесь рассказываешь. Кажется, которые не нужно. Ой. Сами ггшки подсказывают, что делать. У одной создай военный лагерь, у второй она имеет генерала. У этих там ггшки есть. Никто не говорит, что удалить силу. Нету таких заданий. А вы миллион поставили? Таймер. Я уже одна ггшки пустю за то, что она... Да, я прошу прощения, я тут этот... Как его? Пантеон выбираю. Пантеон? Религию. Да, я возьму искру божью. Пантеон, это пантеон. Нет, ггшку религиозную встретил. Не, я тоже встретил ггшку религиозную. А не лапка, а не лапка. Бонусы такие, не лапки. Ребята, встали этим миллион ггшек, короче. Хох, ну сейчас не скриптал случайно разведчиком, не пошел туда, куда не хотел. Привет, привет, я видел кого-то. Блин, уже не вижу. А, здорово. Да. Откуда у тебя воин второй прокачки? Что-что? Откуда у тебя воин второй прокачки? Читы подгрузил новые. Мне эльгара скинул. Самые свежие читы. Алексей, вот ты далеко от моего разведа? Город тебе. А если честно, то... Прикинь, две руины нашел и два повыше. Ты, подожди, кого ты спрашиваешь? Меня спрашиваешь? Да, да, да. Подверь здесь. Я не вижу твоего. Нормально? Не слышал, не понял вопрос. Я заберу Гонконг себе. Кто меня спрашивал, далеко я или нет? Я не вижу... Я не спрашиваю. Так я не знаю, я не вижу твоих юниша. Просто мнение... Боже, кто... Кто с такими этими говорит? Я не понимаю. Просто Гонконг. А что, у тебя места нет? Мне вообще нет места. У меня АГДшки, они ограничивают территорию. Ты просто... Вот можешь там другие выпиливать ГГшки, но эти Гонконг лучше не трогай. Он недалеко от меня. Ну сколько недалеко? А, ну отсюда я далеко. Я далеко отсюда. Где я? Только вот это... Там еще сверху пустыни. Я не думаю, что мы тут с тобой как-то будем спорить о чем-то. Спорить. Но я по реке буду селиться. У меня как бы... У меня просто сзади тундра. Я даже не знаю, о какой ты реке говоришь, в принципе. Я сверху пришел, ты пойдешь наверх, увидишь, там пустыни куча. Да, я смотрю на твои люксы и мне... И завязь, да, душит? Да. А ты справа, да? Кто спрашивает? От Гонконга. Я даже... А ты далеко? Недалеко в каком направлении? Я прям очень близко от Гонконга. Ну, я тебе могу так сказать. У меня получается... Я на краю слева, у меня вода, а справа Гонконг. Я просто... Ну, блин, это будет плохая идея, я тебе честно скажу. Может, ты подумаешь еще раз. Ты поройди, посмотри. Двое быков. Это моя руинка. Я оттуда пришел, просто ее оставил. Забирай, забирай, забирай. Найду с коленей, дам ее. Дайте денег. Давай так, подпишем дружбу на всякий случай. Боися. Я тебе оставляю руинку, да. Привет. Подписывай дружбу. Ну, сейчас минуту открыть надо. Греб, там привет. Все, я даже отошел. Ты где живешь? Огонь. Огонь. Так, мне надо вот эту пшеницу в своей границе захватить. Так, вообще, второй город я на этой реке буду ставить. И, наверное, вот сюда. Да, блин! Грей, ну что за хрень? Вы договорились. Здравствуй, Грей. А ты далеко от нас? Да елки, что это? Ты где территориально? Ну, там, где скал был. То есть ты в пустыне, что ли? Я тебя просто даже не увидел. Ну да, за пустыней там. Смотри, вы же. Я не суюсь. Идите вы нахожусь. А, руки. Смотри, если я оставляю Гонконг. Что, что? Если я оставляю Гонконг, так сказать, в нейтралитете. Так. А мы же мирно получаем, так? Да. Ты находишься ровно левее, ниже Чудо. Да, да. Просто я говорю, у меня вода и снизу, и слева. И я, ну, по-любому, вот, как бы, Гонконг не могу отдавать тебе просто. Потому что ты будешь соседствовать рядом со столицей, Майк. Дзен-дзен. Получается, Гонконг рядом со столицей, и туда город Малайзия. Кристал. Ну, синись в другую сторону, там же есть еще ГГшки. Тебе вообще повезло, у тебя, блин, столько городов рядом, походу. Разбейте в этот нафиг Гонконг. И чтобы идти вместе под ГГшки, под города. Что, ребят, что? Смотри, а если мы реально снесем Гонконг и поставим там каждый по городу? Я вообще ничего не отвлекаю. Сейчас посмотрим, я пооткрываю тут дальше территорию, посмотрим. Ну, я сейчас пооткрываю территорию, ты можешь пока ко мне сбегать. Ого, какие тут. Пшеницы. У меня тут насыпало этих скаутов. Здорово. Привет. Ну, да, в принципе. Парч, так ты с ней задумал, кто слева. О, привет, Тимка. А, так это Конго. Отлично, будем пилить. Ну, пока вроде место есть, у меня вот австралиец очень не понравился, конечно. Но проблема в том, что он австралиец, и мы себе объявить войну, у него... До вертолётов ещё долго, кстати. Двойное производство будет. Он, конечно, играли мирно, не получилось. Если он близко, то попробую в его сторону города поставить. Какой же огромный континент в этот раз? Просто невероятно. У меня столько, конечно. Я с тремя разведчиками огромную территорию открыл, всё один, как и нет. Так, что за железо? Арчи, ты ещё не видел места у Конго. Там ещё и круче, чем у меня. Не видно железо. Так. Четыре хода, три хода. Или, подождите, тут вообще хорошо бегать. Давайте-ка мы... В коляске возьмём. Хочу узнать всё-таки, где австралиец. Если он отсюда какой-то пришёл, то, конечно, воевать с ним нету смысла. А, вот железо. Круто. Это круто. Вообще, надо поспешить в свой город поставить, иначе Ереван заберёт эти... У нас просто дай мне эту ереванку ставить по дефолту, но в начале ходы должны быть короче. А, я, по-моему, быстро ходу, ребят, да? Ориентируйся на минуту, пожалуйста, пока что. Блин, какие-то опять джунгли. Господи, а я бы то ладно. Ага, вот Австралия. Ну... Не думаю, что у нас тут... Всегда есть внутреннее какое-то море, и что это... Мощь на него похожая. Ну да, тут получается, если мы снесём Конга, то мы поставим каждый по городу. Конга? Уже Конга сносите? А, нет, я говорил, что Гонконг. Полширный Конг. Ничего, да, такая оговорочка, да? Вообще-то надо. Это просто сосед Конга. А, ты тоже сосед. Я предлагаю его распилить. У него хорошая территория, она... Она была одна столица, как бы. Ну, вот я уже думал, что это хорошая идея, и причём... Теперь мы будем делить с собой его столицу. Как в Берлине. Ну, я согласен на дофига рабочих с неё. То есть ты мне отдаёшь его столицу, да? Ну, посмотрим. А верхние территории, получается, будут твоими, да? Там, понимаешь, проблема в том, что в верхней территории нет... Воды. Так бы я был бы не против. Да, смотри, русский. Мы реально, если мы поставим, так сказать, несём Гонконг, то мы можем поставить каждое по городу. Так. А где? Надо всё-таки в сторону австралийца и воевать с ним. Я бы поставил, знаешь, где я сейчас покажу метку? Где-нибудь вот здесь город. Покажи метку. Дальше ж. Вот, видишь метка? Ага, вижу. Вот. Я бы её, допустим, поставил город здесь. А ты, соответственно, по свою сторону реки. О, пищеная дырянная железо отработанная. Знаете, Гонконг с Австралией? Да. Гонконг, ты не думаю. Ну, я пока тебе... Вот эти границы там около города, второй город? Да. Окей. Ну, так что думаешь, русский? Эм... Ну, в принципе, можно. Я думаю, что русского надо пилить. Австралия, ну, давай тогда. Я к тебе туда больше не иду. Я вот снизу по-своему расселяюсь. Ты сверху. Да? Нет, я к тебе тоже не собирался. Вот смотри, у тебя есть дуболон, у меня есть дуболон. Сейчас я, у меня есть второй дуболон. Я его подвожу, и мы, получается, убиваем его. Надо вот тут по реке ставить города и захватывать. Да, давай так и сделаем. Австралия. Я еще сказал, что я подведу. Он, наверное... А, он уже тут поставил. Слушайте, а вот часовой у разведчика, он только на чужую территорию? Ой, все, понял. Не, ну, у Конго территория, я просто офигею. У него... Больше. Бананы? Бананы, какао, миха. По сути, у Димки там не хуже. У меня сожачка проблема. То есть, Люкси у меня классно, я не отрицаю, но сожачка небольшие проблемы есть. А мы играем с полным кузницей или без? Без... И без пантеонов этих, да, кстати, не сказали. И без пантеонов на плюс 10 ксили юнитов. По-моему, верования нет. Слышишь, Джек, а если ты город поставишь на клетку правее, нормально будет? Да, на клетку правее. Блин, ну тут хороший город, и рядом с Сталиком все-таки хочется сюда поставить, потом сюда, и пошепенно пойти по речке. Тогда у меня влезет не спешить. Потому что иначе... Если есть возможность поставить города, зачем воевать? Дом, что вроде как вази. Ё, это нам Джек, и канты. Бешку. Нету смысла. Нету смысла сейчас вино обрабатывать, у меня есть уже. Время-то не зато, что ты бы сказал вам идею. Валетта с лободом. А-а-а... Что-что-что дадим, Кликсэй? Нету. Не спирай, что-то валетта нашел. Не слышу, у меня поселениц без защиты сюда пойдет. Я нашел валетту, но от нее до меня клеток 20. У меня та же херня, я с другой стороны пришел. Один. Не понял. Нужны рынки сбуга. Ум, это подвисло все. Угу. Ну да, видимо, это не связано с Хастом все-таки. Да нет, не связано с Хастом. Это механика связана. Потому что перерасчеты летят во время игры. О, привет. Арча. А кто еще рядом с Валеттой? Он, да. Слышишь, Джек, а ты кумаси будешь сносить? Я так понимаю, да? Да. Ну мне вообще негде ставить, города. Да я понимаю, да. Я не хочу спросить. Ты че? Кумаси имболы. Да, да, надо больше имболы. Я думаю, там ситуация примерно такая же. Нафига ты сносишь зензибар? Блин, че-то как-то валет, а нифига не клепает юнита. А ты ее будешь убивать? Я вообще-то с ней воюю уже. Ну я не в курсе. Ну я сам начал сказал, что ГГшка, который мне наколол меня, я с ней буду воевать. Там че-то никого даже не видно рядом, валетка. Мы должны быть догадаться, что это валетка. А, валетка. Да нафига вам этот долбаный ГГшка? Там еще какой-то неизвестный игрок рядом с этим Амстердамом есть. Тебе не досталось. О, лично. Я даже не уверен, что буду ее забирать. Он работников армит, все нормально. Это, собственно говоря, механика, нации. Я даже согласен разными юниты подходить, если там не прокачивать или удалять их. А, ты же отставил интересный момент, кстати. Да че тебе не надо делать? Ну ты фармишь рабочих там, это нормально. Не, ну кто-то не это считается, и иногда считается, что это делать. Да не, это все нормально. Прокачка юнита. А как именно этот бонус? Я чуть не понял. Что? Какой бонус? Уанстекра. На каком-то решили? Убиваешь, убиваешь этого, заболома там. Ну что, я куплю поселенца. Если ты убиваешь любого юнита, поэтому давайте военный лагерь построим. А воином-орлом, то есть шанс, что с этого убийства у тебя появится рабочий. Он 100% нет? Нет. Он не 100%, он зависит от этого. Он зависит от силы твоего воина-орла. Точнее, от соотношения сил атакующего и атакуемого. Австралийс, давай подружимся, я так далеко от тебя. А зачем че-то так да? Просто хочу со всем дружить. Я не против. А может еще поменяемся заранее? Ну, вроде бы сбу, но что-то забьем. Вот у тебя там что-то есть без гипцов? Ну, ты мне хлопок, по-моему, предлагал. У меня хлопок тоже есть. Ой, вот это плохо. Так, давайте поменяем. У меня же гири тут континент, он бескрайний. А у тебя как? Сейчас я обработаю железо и мастерство ускорится. У меня тоже. Он тут, я не знаю, на 100 плюс клеток. Я представь тебе шел, сейчас посчитаю. Южная Америка. Конго хорошо, на 4 континента к сидит. У вас веточка бежал. А Конго вообще как-то челюсть уроженна. Не, Гручев, 4 континента. Ну, да, не все у одного игрока, видимо. Ну, потому что мы тут толпаются. Это такой звонок. Нехилый звонок, да? У кого-то колокол висит. Динь-динь, уже ход заканчиваем. Динь-динь. Конго, расскажи о вас, славный. Кристал, ты как-то что-то каждый ход. Да-да, я хожу-хожу, ребятка. Расскажи мне секрет, а зачем ты поставил город на овец? Ты же потерял их. Нет, они их обрабатывают. Нет. Посмотрите, город дает 2-1. Нет, он дает 3-1. 3 письма на овцах. По-моему, я всегда думал, что бонусный он сносится. Очень выгодно ставить на бонусный, потому что они обрабатывают, сдают такой же бонус. Показывается по-старому, да. Ну, не очень выгодно, там, в ситуации, когда там. Я селиться широко буду, просто по-делаю. Показывается, ты еще ГГшки нашел? Еще? А где те, которые ты нашел? Ну, вот, кроме той, которая ты около меня видел. Так. Джек. Ну, слева от меня есть еще. Что? Спасибо. Ну, ты дальше за горы не пойдешь? За какие горы? Кто кому говорит? Которые под Познанем? Хочется вот тут поставить. Вот тут. Где Познань? Казань? Или вот тут? А, блин, извините, перепутал. Ты случайно мышка гликунов. Пиля. Что? А ты дальше поздно, не налево, ты не пойдешь за горы? Не сходил, да. Я уже территория. Постралиец, по-дружески не выручишь. Ты будешь, мы тоже можем... Как здесь? Здесь. Ну, наверное, здесь. Опять. Ну, так-то места дофига. Раз, два, три. Тут еще где-то надо. Ну, ты смысл у меня с австралийцем, в принципе, воевать. А за кого он играет, креста, бывает? Конго. Пилите его. Главное, принцип такой. Блин, ребята, я не знаю, что человек уже поздно будет с нами играть. Не с первого хода, я буду грозяться распилить. Так, пойма река, конечно, только в пустыне у нас, да? Пойма, да. У Конго еще есть Эта Килиманджара, рядышком под столицей. Да ладно, прям подстольный? Нет, ну не прям подстольный, а в шестикетках. Круто. Давай пилить его. Слушай, это, давай я к Джеку отойду, воинам, да, налево, а ты подойдешь, чтобы мы его в следующий ход забрали. А тут еще какие-то дуваломы подошли. У тебя есть сейчас ход? Нет, у меня нету. На следующий ход. Ну, короче, я тут пока укреплюсь, потому что тут дуб подошел какой-то, мне валил нормально так. Да ты рано сильно напал. Да нет, нормально, нормально. Ты видишь, сколько их тут, товарищей всяких? Ну, нормальненько, в принципе. В принципе, я сейчас не хочу. А где грек относительно тебе, Перс? У нас тут два грека? Ну, который перекол. У нас тут два грека. Перс, не надо рассказывать, где. Где-то... Где-то тут был. Да, копейщики. Да не надо было его добивать. Надо было гордо. Я гордо, и мне не добивать. Ну, блин, мы же город забираем или фармим тебе культуру. Мы то и другое делаем. Так, а мне рекомендуют тут вставить. Ну, вообще, есть определенный резон. Потом пойти раз, два, три тут поставить. Да. Кто-то уже построил этот военный лагерь. А че я его строить-то долго? Че тренировку сделал. Арчи! Кто там рядом с Арчи? Напрягитесь. Стэк, привет, я очень далеко от себя. Давай дружить. Три. Невероятно. Больше сейчас волнует то, что я хочу с Арчи дружить, но наверняка не принято. Три. Слушай, а вот так не пройдет у нас делочка? Ну, заранее громкость будет обозначить. Сюда. Ну, несколько, конечно, рановато, но давай, почему нет? Все, в будущем он может рассчитать на поддержку финансовую. Арчи, мне готовиться или нет? Готовься. Я у Арчи спрашиваю. Ты ожидаешь, что он тебе правду скажет? Нет, ну, либо он предпримет дружбу, тогда я другую что-то скажу. Если не примет, то я помогу. Он в начале игры сказал, пробовали мирно, попробуем неверно. Когда выбирали на цель. Я уверен, что у него не одно направление для атаки. Австралийский строитель, который планирует. Лондон, что? Отразитель, который же не по счету город у тебя. Господи, да ну хорош там, пищать. Австралия. Горей. Что такое? У тебя строитель под Лондоном, что он там делает? Строит. На разведку отправил, что ли, так? Друзья, взяли одного разведа, чтобы на всякий случай мог копейщик выйти из города. Компы иногда выходят. А куда, какого? А вот этого, что ли? Лучше бы, который на лесе стоял. А куда его отвезти? Чтобы на лес выскочил. Ну давай, я понял тему. Вот, я бы. Просто мы можем его в следующем ходу и, наверное, зарешать, да? Ну сейчас посмотрим. Появился копейщик. Вот, для еще один. Ну да. Военная подготовка, что-то я сделал. Ну что, пробуем, да? А военный лагерь построил. Давай. Что-то все печально. Войны. Ну да. Ну так, Арчи, а что ты скажешь? Примешь, не примешь? Да, я не принял уже, как три хода. Ты вот уж на прошлом кидал, ладно. Для времени. Ты меня подселил. Я тебя подселил? Да. Стольный? Что-то я думаю, там подселил, да. Ну, он просто сейчас заберет. Конго это вообще будет. Я не собираюсь сейчас на Конго идти, успокойся. Конго, ты на него не собираешься идти? Что ли Конго напугали, зачем-то? Не знаю. Я чисто по Пиколу говорил. Мне тут Лавента, мне тут Торонто, который надо забрать. Ну, вон, какие-то копейщики уже ходят все как-то. Армии понастроил. Он первый, что по армии? Нет, первый Борга. Потому армия нет. Он первый? Просто я второго только вижу, и третьего. Там армия копеечная. Потому второго, что у первого, что у второго, армия не сильно. Большая. Привет, Слава, дни военные рубежки. О, австралиец расстеляется охренеть. Чудо. Там есть чудо. И здесь есть чудо. Ух ты как. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Таймер, guys. Секунду, прошу прощения. Что-то гэшки как-то нехармия многовато, мне кажется. Не, ну этот что-то взял и построил. Главное не отходить, он, видишь, в осаде, мы его запинаем сейчас. Да, я понимаю. Почему у вас есть армия ГГшки, а у моей ГГшки нету? Потому что рации вообще старят. Законитесь. Продолжение следует... Конго, если ты нервничаешь, мы можем заключить с тобой дружбу. Сейчас ты решил. Слышишь, Конго? Скажи, ты воевать хочешь? Конго, а что сказать? Что тебе надо, я не понимаю? Мы друзьями с тобой будем? Не знаю. Повторяю на твой поведение. Протокуй его, пожалуйста, своим воином. У меня воин может умереть. Хороший вырез, какое-то место. Вы даже не знаете, туда селиться или нет? Вроде что не претендует. Так далеко от столицы будет, просто невероятно. А, хотят. Димка, как тебе предложение? Ты даешь мне лошадок одних, а я с тобой дружбу подписываю. И он идет этими лошадками кого-то сносить. Мне кажется, так себе предложение. Подожди, Леша, я вроде не с тобой разговариваю. И я не с тобой, прикинь. А, вот это, кстати, интересное предложение. Отписывать я его, конечно, не буду. Нет, тут надо подумать просто. Ну ты решайся тут. Мне тут вот от этого зависит, куда идти. Кто говорит, отстэка? Ну, отстэк... Отстэка давайте как другу подарю лошадей. Держи. Все, отстэку дадите. А кто подарил лошадей? Его друг. Он мне так задал. У меня лошадей и так две штуки, так что ты паришься. Он не позвался. Ну, я их сейчас обработаю. А кто это подарил лошадей? А, друг? Он для чего не хочет. Я с вами, Халик, дружусь со всеми. О, я могу, кстати, ударить. Снести его, да? Нет, да, я снести, чтобы мне эту культуру дало, пожалуйста. А, ты знаешь, Арчи, давай. Хорошо. Погода дарю. Джек. Что? А ты вправо планируешь еще селиться? А вправо от чего? От тебя. От чего? То есть ты живешь правее Еревана, да? Джек. Ты живешь правее Еревана? Ты вправо селиться планируешь? Вопрос. Абсолютно. А ты начай что-то другое спрашивать. По-гибрински. Хотелось бы один город поставить. Значит, надо сюда. Да, так вот, что ты гнил, воду под подселил. Так, да-дам. Да, мне показывается, что я убил, но тебе интересно. Как это получается, маунт Килиманджаро не защищает. Килиманджаро. Кого захватили? Соркир, привет. Здорово. Будешь гружить? Буду. Верх, дружба, яберная ракета. Вот получается же, про что я говорил, вот ты понял. Я вот здесь хочу поставить город, ну так, чтобы ты просто видел три клетки. Вау, 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 а у тебя же выбор? А? Так, сейчас тогда, я медь, я хочу медь тебе забрать. Он тебя просто уже сразу, ты поставишь город, тогда не ставь его раньше меня. Окей. То, я знаю, когда рода остановится, то есть тебе сразу по радиусу и сын купит, и все. Так что, у нас в России есть. Я не пойму, а вы Кумаси захватываете, или что у тебя там раненые гоплиты? Зинь, зинь. Зинь. Давай не захватили. Мы Гонконг покалывали. Зинь, зинь, зинь. Кумаси сейчас следующий. Сандро. Да. Ход закончи. Кончил. С этим продленным таймером очень глупо получается. В начале ходим долго, а в конце на ходов не хватает. Игровой полный лучше. Дисциплина не скрипает. Затаки, а что дает лес? Вот если его снести, что пропадет? Производство даст? Производство Нет, я имею в виду доход с клетки Ну, один молоток уберется Спасибо Кстати, это получается, русские, это скота не дотягиваются Ну, не хрен свинь Понимаешь? А у меня этот город вообще просто не на чем расти В смысле ты не дотягиваешься? Он будет аж третьим радиусом тогда Город стоит какой-то Какие горы, блин, тут одна гора, горы Я бы хотел один город поставить Сейчас я покажу где Вот, вот здесь Видишь? Нет Ты, наверное, метку только себе поставил Да-да-да-да Вот, сейчас видишь? На клетку ближе к себе И ставь А я тогда до красителя не потянусь ну что сделать то очень печально рот а если спал и он головы не заслужить народ скажите пожалуйста можно ли строить давать вместе где скалы на побережье а почему не можно пожалуйста скалы только влияют на возможность юнитам моно и видишь на премьер-дивайден руль сейчас думаю что было бы если были бы у нас варвары на этой карте было бы страшно там должен хлопок салам алейкум прикольно с тихо льда в русском почти здесь начали писать с какой вероятностью есть захват рабочего сейчас пишу себе девять пациент на что значит вероятность захвата рабочего но я так прикольно не раньше просто вероятности не видел не англичане бессмысленно это не изделка жаль в польше посмотри пожалуйста трейдер не хочешь на сколько ты хочешь на сколько точнее продаж купишь конго или кто-то другой лошадей пирс продает что там лошади кому-то нужны включаем готов дешево быть очень дешево буквально за границей польши привет привет давай дружить но жестово по одному им возьмешь меня к вашей англичане ангрик который со мной рядом который как-то дешево а зачем тебе нам не золото а подожди ты мне еще это да не нафига мне надо у меня есть просто не обработана и коль мне сейчас одна кг-шка возьмет другую гг-шку армс россии жалстка это русского бьется а кто с русским воюет с андро с кем араб кто у нас метро строчим но это может как не удивили арчи не воевал почему то это он не воевал нет если учесть что он построил он сказал будет воевать и чтобы он не напал на кого то есть в этой игре это неудивительно да и вообще это неудивительно ничего нового совсем не мешать блять сандро арчи если вам что-то говорите то мы вас не слышим так на минуточку я думаю нет разговоров час что-то был ну блин 300 против что-то около ста это м фонда в пейкс ну ты еще генерала не пасет не нового само собой без отчет военная ночь так Австралия, дай, пожалуйста, правопрохода. Я тебе предложу. Да мы так все видели. Пройтись, если. Спасибо. Продолжение следует. 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 скажи как на самом деле есть не меру такое себе пока нет ты ж ни с кем не воюешь 50 золотых не хватает на что поправить этих своих баллов и не воюешь зачем тебе хапать это я пока не воюю я хочу бонус разобрать вот единственная наша промышленная кгшка нет еще торонто ключевой стол был наш где-то около меня а ну это все объясняет да ладно не но я сейчас буду сейчас войну и объявлю чего война вещь таронки я вижу тебя города по дуга ну падает до я в принципе торонто забирать не планирую но мне нужны рабочие рабы русские думаю тогда и город поставлю где хотел все-таки нормально ты договариваешься я тебе могу деньгами помочь и добрым словом до уже метров и дочь кто-то пошел шла верхней ветки вставляется до старой планете впереди планеты 7 нет но у него тут хорошая у брисбена в принципе место под петру до а там случайно еще нет овец на холмах там нет ну холмы есть но овец на холмах нет ну тут оазисы не там оазис этот наоборот плохо вот почему плохо потому что азисы нельзя улучшить казисы нельзя уже зато вокруг них можно фермы понастроить зачем у него уникальное улучшение для которой работает на холмах который дает и еду и производство намного лучше чем фермы причем тут блин у него голая пустыня брисбен но если он строит петру и тут дофига оазисов он вокруг оазисов строит кучу фермы него брисбен сам по себе офигенный город тогда становится польша в средневековье лиссабон вынужден объявить войну россии ну что у меня дима надо вот тут ставить тогда я дотянусь до красителей раз два три ну вот тут может спарта поставить город например топовая столбика топовая сандр как-то умудрился его перегнать уже по военной мощи да я боюсь что после стокгольма он вполне может нам этот город пойти поэтому давайте не будем строить джек караван а будем строить злоплит это твой друг слева говорит да что ты хочешь день я хочу найти там что этим ходом юнита окна улите прошлом предлагал ну вот я тебе дай мне вот то что ты хотя бы сейчас мне можешь дать вот бесит когда вот так остаются юниты в лагере они говорят привет грек здорово давай а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, ставь... У тебя остается место... Ну, как бы ты забрал с хлопок... Подожди, ты хотел... Красители и хлопок? Ну, я с тебе говорил, вот галочку, где я хотел ставить... Ну, а я тебе сказал ниже ставить... Мы об этом разговаривали... Ребята, а кто-то поможет, вкинет деньги в констер войны? Да, по-моему, и так горит неплохо... Я тебя не встретил... Так что-то кто-то кинет или нет? А че, уже затухает? Ну да... А че воронишь, там? А? А че воронишь, ты долгал? Нет, я тому, что и говорю, чтобы совсем все не затухло... Вот очень бы хотелось... А, ты русский, то есть? Да, да... Здрасте, я тебя не встретил... Может кто-то, кто встретил, что-то может сделать... Нет, кто-то и может... Нет? Здесь сверочки только... Ветра дают... Перст, ты как за Буэнос-Айрес туда наверх что-то ставить будешь? Например, по берегу, там... В саму пустыню... Кто спрашивает? Австралийца... Австралийца, смотри... Ну, Буэнос-Айрес я забираю, я хотел поставить... Вот... Около Азиса... Я там прямо на четвертом радиусе... Ну, на четвертом радиусе... На четвертом радиусе города... Где Алмаза, ты имеешь в виду? Да... Ну, в идеале, конечно, было бы на реке поставить... Ну, просто там, где вино... Я уже виду поселенца... Вот... Вот вино давай ты ставь там, а я поставлю тогда в пустыню... Вот где... Видишь, овцы и алмазы... Играйте в умные игры... А на этом пока все... Продолжение, надеюсь, будет завтра... Спасибо, что досорели до конца... Я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео... У меня к вам несколько просьб... Во-первых, не забудьте поставить лайк... А во-вторых, поделиться этим видео... Раз уж вы досорели до конца... Видимо, оно вам понравилось... Я вам буду благодарен... И это поможет распространению моего творчества для более широких масс... На этом все... Играйте в умные игры... Играйте в умные игры... Играйте в умные игры...